87 тысяч. Столько малых и средних предпринимателей у нас сегодня в Алтайском крае. Казалось бы, цифра небольшая, но бизнес сегодня охватывает все сферы нашей жизни. Фитнес-центры, продуктовые магазины, ремонт обуви. С этим мы сталкиваемся каждый день. Так какие же драйверы для развития есть у алтайского предпринимательства? С вами Владислав Кириенко и вы смотрите специальный репортаж. Тематика эта касается огромного количества жителей нашего края. Задача специалиста, работающего там, от потребности предпринимателя сориентировать его на ту или иную форму поддержки. Это прежде всего инновационная продукция, востребованная продукция с высокой стоимостью. В 2017 году вклад малого и среднего предпринимательства в экономику России составил 22%. Через 6 лет необходимо совершить качественный рывок вперед и увеличить эту цифру почти вдвое. Такую задачу поставил президент страны Владимир Путин. Поэтому развитие малого и среднего бизнеса – вопрос общенациональный. Тематика эта касается огромного количества жителей нашего края, многих-многих сотен субъектов экономики. То, конечно, и решения, которые мы с вами принимаем по созданию условий для функционирования этой важной сферы деятельности, этих важных элементов экономики нашего края, конечно, являются очень значительными и серьезными последствиями. Алтайская торгово-промышленная палата – де-факто первая структура в нашем регионе, которая начала поддерживать предпринимателей. Система территориальных ТПП – крупнейшее бизнес-объединение России, которое участвует в развитии национального малого и среднего предпринимательства. Сегодня почти 80% членской базы Алтайской торгово-промышленной палаты – это организации малого и среднего бизнеса. Работа охватывает все направления. Участники палаты, предприниматели создали 9 общественных формирований. Среди основных направлений – строительство, реклама, информационные технологии. Мы адекватны временем, мы идем в ногу со временем. То есть уровень взаимоотношений с нашими членами просто видоизменяется. И мы отвечаем на те вызовы, которые сегодня существуют в обществе, в взаимодействии с органами власти, в бизнесе. То есть те вопросы, которые возникают, у нас есть инструментарий, который позволяет разрешать эти вопросы. Еще одна структура – фонд развития малого и среднего предпринимательства. Поддерживают местных бизнесменов сразу по пяти направлениям. Структура фонда включает центры поддержки предпринимательства, предоставление гарантий, поддержки экспорта, бизнес-инкубирование, а также инновации социальной сферы. Только с начала года по этим направлениям предпринимателям предоставили более 700 услуг. Среди них – финансовые инструменты поддержки, поручительство гарантийного фонда, поиск выходов на внешний рынок. На базе нашего фонда создан фронт-офис, так называемый, приходя в который предприниматель получает полное представление о том, чем мы занимаемся, во-первых. Ну и задача специалиста, работающего там, от потребности предпринимателя – сориентировать его на ту или иную форму поддержки. А может быть, их требуется ему несколько в совокупности, и тогда уже порождается комплексная услуга. Может быть, он пришел за гарантийной поддержкой, а его бизнес уже требует, к примеру, выхода на народный рынок. И мы эту даже несформированную потребность ему предложили. Пример работы фонда с предпринимателями – завод «Любава». Предприятие производит сыры и масложировую продукцию и растет из года в год. За 2017 год руководство завода перечислило в государственную казну более 13 миллионов рублей. Это на 17% больше, чем в 2016 году. Развиваться помогает кредитно-гарантийная поддержка Алтайского гарантийного фонда. Предприятие получает федеральное финансирование – 30 миллионов рублей. И на эти деньги реализуют инвестиционный проект по производству маргарина и жиров специального назначения. Построено все это было на кредитные средства. С помощью участвовала администрация, фонд поддержки малого бизнеса. Алтайский гарантийный фонд оказал нам большую помощь. Но с Алтайским гарантийным фондом мы уже работаем очень давно. Еще один пример – кластерная политика. Ее реализует БИСК, где работают кластеры «Алтай-Био» и «Алтай-Политкомпозит». Малые и средние предприниматели, входящие в эти структуры, могут продвигать продукцию под едиными брендами. По словам руководства города, только в биофармацептическом кластере работают 7,5 тысяч человек. А объем производства за последние 10 лет вырос в три раза. Если говорить в том числе и о кластерном подходе, это прежде всего инновационная продукция, востребованная продукция с высокой стоимостью. И, соответственно, мы и получаем результаты, положительные экономические результаты. 20 тысяч услуг в год. Столько в нашем регионе помогают предпринимателям. В Алтайском крае сейчас есть все типы организаций, которые предоставляют бизнесу те или иные формы господдержки. А это 80 объектов по разным направлениям. Информационно-конституционную поддержку услуги у нас предоставляют Центр поддержки предпринимательства краевой и информационно-конституционные центры, работающие на муниципальном уровне, в 68 муниципальных образованиях. В финансовую поддержку, соответственно, Алтайский фонд микрозаймов и Алтайский гарантийный фонд. Поддержку, направленную на развитие производственных компаний, Центр кластерного развития, Центр регионального инжиниринга и так далее. На заседании правительства в Рио губернатора Виктор Томенко отметил, создание инфраструктуры поддержки бизнеса – это вопрос, который касается сотен тысяч жителей нашего региона. И важно, чтобы развитие не прерывалось. Алтайский край станет участником пилотного внедрения института «Бизнес-Гида». В этом формате каждый предприниматель сможет обращаться напрямую к руководителям региональных и муниципальных властей со всеми проблемами или за информацией из первых рук. Внедрение такой модели поможет привлечь 15 тысяч малых и средних предпринимателей, а также выполнить получение президента по увеличению вклада малого бизнеса в ВВП страны. Владислав Кириенко, Дмитрий Козерлыга. Специальный репортаж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова